Владимир Путин Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Владимир Путин встретился с губернаторами регионов, которые осенью подали в отставку, в их числе и экс-губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. Глава государства отметил, что работать главам регионов, ушедшим в отставку, пришлось не в самые лучшие для российской экономики времена. Но, несмотря на это, им удалось сделать все, чтобы минимизировать внешне негативные воздействия. Общаясь с экс-губернаторами, Владимир Путин подчеркнул, что каждый из них на своем месте сделал максимум возможного для того, чтобы сохранить, стабилизировать и создать условия для дальнейшего развития регионов. Условия были не сахар. Мы все знаем характеризовать их. Нет необходимости, углубляясь в то, в каких условиях мы жили и в каких условиях вы работали. Это и внешние ограничения, и чисто объективные вещи экономического характера, и глобального, и для российской экономики были не самые лучшие времена. Но вам удалось ситуацию сохранить, стабилизировать. Непростая была задача и социально-экономическую ситуацию. Ну и в целом сделали все, что было в ваших силах для того, чтобы минимизировать вот эти негативные внешние воздействия. Отмечая опыт бывших руководителей регионов, Владимир Путин попросил экс-глав оказать содействие, помощь и поддержку людям, которые пришли на их места. Это, как правило, молодые люди, начинающие свою работу в таком высоком качестве. Вы, наверное, уже заметили, у них у всех горят глаза, все стремятся к тому, чтобы себя реализовать, показать все, на что они способны. Но при всем при этом никогда не мешало знать и чувствовать, что было сделано до них, в каких условиях это делалось, и где наиболее перспективные направления развития регионов. Они, конечно, сами должны дерзать, сами должны искать, но имеющийся у вас опыт, потенциал, если хотя бы частично удалось им передать, я бы был очень благодарен. Президент не просто выразил слова благодарности экс-губернаторам. Он отметил, что подготовлены соответствующие документы для представления ушедших в отставку глав регионов к государственным наградам за конкретную работу в регионах. И пригласил ушедших в отставку глав регионов на новогодний прием в Кремле. В расходную статью бюджета Ненецкого округа внесли замечания и предложения. В администрации региона прошли публичные слушания по главному финансовому документу округа. Речь в частности шла о дополнительных льготах и субсидиях. К примеру, депутат окружного собрания Наталья Кордакова настаивает на снижении тепло- и электротарифов для прочих потребителей на селе. А глава Заполярного района Алексей Михеев на стопроцентном возмещении недополученных доходов муниципальным предприятиям в сфере ЖКХ и транспорта. Бюджет 2018 года будет оставаться социально направленным и в то же время бюджетом развития, несмотря на снижение доходов, отметила Татьяна Лагвиненко, выступая на публичных слушаниях. По информации главного финансиста региона, бюджет 2018 года формируется исходя из прогнозов Минэнерго и Минфина. Цены на нефть – 43,8 доллара за баррель и курсы валют – 64,7 рубля за доллар США. Согласно такому сценарию, доходы региона в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Хориагинское месторождение» составят 3,7 миллиарда рублей. Прогнозные выпадения по сравнению с текущим годом – порядка 1,3 миллиарда. Основные параметры казны следующего года выглядят следующим образом. Доходы – 14,243,3 миллиона рублей, в том числе безвозмездные поступления с федерального бюджета – 306,1 миллиона рублей. Расходы – 16,264,2 миллиона рублей. Дефицит – 2,29 миллиона рублей, или 14,5%. Кроме доходов от «Хориаги» в бюджет Неницкого округа поступит самый большой и стабильный налог на имущество организации – 5,9 миллиардов рублей. Налог на прибыль организации и НДФЛ – порядка 1,7 миллиарда и 1,4 миллиарда, соответственно. Это самое крупное поступление в казну. Наибольший удельный вес в структуре расходов составляют расходы на образование и социальную политику – 4,8 миллиарда и 3 миллиарда рублей, соответственно. Порядка 2,5 миллиардов направляется на национальную экономику. После представления основных параметров бюджета публичные слушания перешли в формат вопросов и ответов. Глава Заполярного района Алексей Михеев, изучив проект закона, отметил недостаточный объем субсидий на ЖКХ и транспортную обеспеченность. В частности, как и в этом году, в 2018-м, Северная транспортная компания получит 50% субсидий вместо ожидаемых 100. В прошлый год нам тоже говорили, уважаемые, мы вам в течение года добавили, но если говорить про нашу СТК, то в течение года пытались не то, что добавить, те 50, а еще оставшиеся 50, убавить в половину. На весенней редакции было место предполагаемых 9 миллиардов, а у нас говорили, что давайте нам ухватить 4,5. На сегодня закончилась навигация, падение пассажиров потоков в 2,5 раз в минимум, куча обращений населения, куча посещений нами и СТК прокуратуры, потому что и приходится как-то нам выкручиваться. Хотя причина конкретная, недостаток средств, причина в том, что заложили не 100%, а 50, и мы под эти 50 были вынуждены несколько раз менять расписание. В качестве рекомендации в протокол публичных слушаний включили просьбу Алексея Михеева в случае появления дополнительных доходов в бюджетах в 2018 году перераспределить эти средства на увеличение субсидий для частичной компенсации недополученных доходов предприятий. Прозвучало на слушаниях и обращение Управления Федеральной антимонопольной службы. Ведомство выступает за равные права всех предпринимателей в части возмещения затрат по доставке продовольственных товаров для реализации населения в сельских населенных пунктах. Раньше на территорию округа существовал порядок, который субсидировал всех физических и индивидуальных предпринимателей, юридических. С 2017 года порядок был изменен и внесена конкретная категория потребительские общества. Наша цель – расширение круга лиц, поэтому считаем целесообразным исключить категорию потребительских общества и предоставлять субсидии всем на равных условиях. Еще одна инициатива от депутата окружного собрания Натальи Кордаковой. Парламентарий настаивает на снижении тепла и электротарифов для прочих потребителей на селе. Сегодня это основная проблема сельских предпринимателей и предприятий. Расходы по этой статье называют запредельными. За 1 кВт электроэнергии в час прочие потребители на селе платят от 30 до 40 рублей. В то время как прочие потребители Наринмарской электростанции платят по тарифу 5 рублей 10 копеек. По словам представителя губернатора в собрании депутатов Натальи Сидоровой, этот и другие прозвучавшие вопросы будут детально проработаны при формировании бюджета 2018 года. Немаловажной при формировании главного финансового документа округа является и поддержка федерального центра. По словам депутата Госдумы Сергея Коткина, в Москве слышат регионы и готовы работать над предложениями субъектов. Федерация начинает разворачиваться к регионам. Принято ряд шагов, на мой взгляд, очень серьезных на поддержку субъектов Российской Федерации. Не случайно в этой связи было предложение по нашей фракции, самой большой фракции в Государственной Думе. Мы предложили территориям обсудить федеральный бюджет, посмотреть постатейно, что у нас идет в каждый субъект Российской Федерации и предложить свои предложения, что они там не увидели в этих статьях, что они хотели получить от федерации, что они не получили. И от Нинецкого автономного округа мы получили ряд предложений в бюджет федеральный. Как отметил Сергей Коткин, они касаются буквально всех сфер жизни региона. Это строительство дороги Нрин-Марусинск, нового здания для школы номер три, приобретение воздушных судов, поддержка сельского хозяйства и коренных малочисленных народов Севера. По словам депутата Госдумы, в самое ближайшее время будет организована встреча с участием руководителей бюджетных комитетов, руководителей фракций, в законодательных органах субъектов, для детального обсуждения тех предложений, которые были высказаны территориями. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Размер больничных, пособия по беременности, родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком в следующем году увеличится. Так, в 2018 году максимальный размер декретных составит 61 375 рублей в месяц. Это почти на 3,5 тысячи рублей больше, чем в этом году. Максимальный размер больничных в 2018 году также составит 61 375 рублей. Об этом рассказали в Минтруде России и уточнили, чтобы выплаты и по больничным листам, и по беременности, и родам были максимальными, необходимо иметь официальный заработок за 2017 год не менее 755 тысяч рублей в год, а также за 2016 год 718 тысяч. Если доход ниже, соответственно, ниже будут и пособия. Декретный отпуск длится по закону 140 дней, и именно за него женщина может получить 61 375 рублей в месяц или в целом 282 тысяч рублей. По истечении 140 дней женщина вправе оформить отпуск по уходу за ребенком с выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Его максимальный размер в 2018 году составит для работающих женщин 24 503 рубля. В случае, если женщина в 2017 и в 2016 годах состояла в трудовых отношениях, но не работала, потому что находилась в отпуске по уходу за предыдущим ребенком, или трудилась, но получала зарплату в размере минимального размера оплаты труда или меньше, ей будет положено минимальное пособие по беременности, родам в целом почти 36 тысяч рублей, по уходу за ребенком 3 120 рублей в месяц. Минтруд обращает внимание, что пособия в названных размерах смогут получить только официально работающие россияне. Женщины, которые официально не работали, получают в случае рождения ребенка социальное пособие через органы соцзащиты. На территории Наринмара и поселка Искателей проходят тестовые испытания комплекса «Безопасный город». Он включает в себя 67 видеокамер, 28 терминальных комплексов «Гражданин полиция» и 6 систем «Автоураган». Об этом сегодня на пресс-конференции с журналистами местных СМИ рассказал начальник окружной полиции Олег Яковлев и его заместитель Сергей Сахаров. Официально начались тестовые испытания. Все недостатки в работе системы видеонаблюдения, терминальных комплексов «Гражданин полиции» в настоящее время устранены. По истечении 72 часов компания «Ланит» и администрация округа приступят к передаче данного комплекса на баланс округа. Даже можете сейчас проехать, убедиться в том, что все кнопки работают, видеокамеры работают. По словам начальника окружной полиции Олега Яковлева, камеры видеофиксации оказывают существенную помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений, совершаемых на территории города и поселка Искателей. Процентов 20 преступлений, совершенных в злачных учреждениях, либо на улицах, мы сегодня раскрываем путем изучения в виде записей, сохранившихся в тех или иных учреждениях. Помогают. Я думаю, эффект от безопасного города тоже будет. На территории всего Ненецкого округа запретили выход на лед. Соответствующее постановление вышло в мэрии города накануне. На территории Заполярного района подобные ограничения действуют 16 октября. На территориях муниципалитетов, в местах вероятного выхода людей и выезда транспортных средств на ледяной покров водных объектов установлены предупреждающие знаки. Главам сельских поселений рекомендовано провести разъяснительные беседы с жителями об опасности выхода и передвижения по льду. На следующей неделе сотрудники ГИМС планируют начать проведение регулярных риидов совместно с представителями муниципалитетов. Патрулирование береговой полосы будет производиться до установления на водоемах крепкого льда. С нарушителями будут проведены профилактические беседы. По словам инспекторов, как показывает практика, чаще всего общаться приходится с рыбаками. Также сотрудники ГИМС рекомендуют родителям внимательнее следить за своими детьми в период осенних каникул. Ненецкий округ сегодня во второй раз присоединился к большому этнографическому диктанту. Свои знания о народах, проживающих в многонациональной России, решили проверить сотни жителей региона. Ненецкий краеведческий музей присоединяется к всероссийской акции «Ночь истории». 4 ноября вход на все экспозиции и выставки музея будет бесплатным. В Санкт-Петербурге на базе законодательного собрания обсудили проблему утраты традиционных языков коренных народов. Участие в обсуждении этой темы приняли члены постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по делам севера и малочисленных народов. С докладом о сохранении традиционных языков малочисленных народов выступила депутат окружного собрания Ольга Каменева. В настоящее время проблема утраты языков приобрела по-настоящему глобальный характер. По итогам анализа информации, представленной законодательными органами субъектов Северо-Запада, было отмечено, что государственная поддержка в области языковой политики по развитию и сохранению языков в разных сферах осуществляется в виде финансирования отдельных разовых мероприятий без комплексного стратегического планирования. Отрицательная динамика развития родных языков характерна для разных сфер. Острой проблемой остается нехватка педагогических кадров. Проведенный анализ свидетельствует о необходимости выработки единой стратегии языковой политики во всех сферах ее реализации. По итогам обсуждения, члены комитета решили проработать этот вопрос на региональном уровне с участием представителей всех заинтересованных сторон и продолжить обсуждение этого вопроса в рамках Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Ненецкий округ во второй раз присоединился к Большому этнографическому диктанту. Свои знания о народах, проживающих в многонациональной России, решили проверить сотни жителей региона. В этом году количество площадок для сдачи тестирования увеличили почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. На одну из них побывала и наша съемочная группа. В фойе Ненецкого аграрно-экономического техникума проходит регистрация участников Большого этнографического диктанта. Среди тех, кто сегодня впервые принимает участие в культурно-просветительской акции, руководитель департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого округа Павел Рахмелевич. Возможность проверить себя, а во-вторых, даже отвечая на те вопросы, которые там будут поставлены, обогатить свои знания в этой сфере. Вот это самое основное, хочу проверить, насколько я живя в этой стране, насколько я знаю ее историю, культуру, традиции, обычаи. Проверить свои знания сегодня решил и студент техникума Роман Абрамов. В этнографическом диктанте молодой человек участвует во второй раз. Признается, это решение было абсолютно добровольным. Вопросы не очень сложные, но там надо логически как-то думать еще. А в прошлый раз какой балл у тебя? Я решил все вопросы, но в семи я опустил ошибку. Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте miretna.ru 12 декабря. Напомню, в этом году количество площадок для сдачи тестирования в округе было увеличено почти в полтора раза. Кроме наринмарцев, свои знания о народах, проживающих в России, на базе площадок акции могли проверить жители поселков Искатели, Каратайки, Харуты, а также сел Ома, Коткино и Несь. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. 4 ноября Ненецкий краеведческий музей присоединится к всероссийской акции «Ночь истории». В этот день музей будет работать для посетителей с 13 до 19 часов, а вход на все экспозиции и выставки, а также участие во всех музейных мероприятиях будет бесплатным. Главной темой акции «Ночь истории 2017» станет столетие Великой русской революции 1917 года. В 15 часов в лекционном зале музея начнется лекция «Пустозерская волость» в 1917-м, начале 1918-го годов, на которую приглашаются все, кто интересуется событиями времен революции. Лекция разработана главным научным сотрудником отдела истории и археологии Ненецкого краеведческого музея Мариной Колавангиной на основе анализа музейных фондов и материалов государственных архивов Ненецкого округа и Архангельской области. В 17 часов в тему революции продолжат представление выставки «Новые песни тундры. Наш округ» в 1917-1940 годах, которая рассказывает об основных событиях того времени, происходивших на территории современного Ненецкого округа, а также об этапах развития региона после революционного лихолетия. В завершение ночи истории музейщики от революционных лозунгов перейдут к художественным традициям народов Сибири и Дальнего Востока. В 18 часов в зале временных выставок начнется закрытие выставки «Радуга на снегу», которая приехала к нам из Российского этнографического музея и гостила в нашем музее с 1 сентября 2017 года. Такова была информационная картина этого дня. На этом я с вами прощаюсь. Далее смотрите прогноз погоды.